Второй год подряд севастопольские спасатели обследуют побережье и дно карантинной бухты. Ведь именно здесь, рядом с Владимирским собором в Херсонесе, будут организованы крещенские купания. Водолазы специализированного отряда погружаются в холодную январскую воду. Их цель – обследовать подводный грунт на наличие взрывоопасных предметов. Специально для этого используют бомбоискатели с комплекта специализированного пиротехнического автомобиля, поступившего на вооружение совсем недавно, в декабре. Машина оснащена средствами защиты, из расчета на пиротехнический расчет шансовым инструментом, средствами поиска – это два миноискателя, один прибор глубинного поиска, также для дополнительного исследования георадар с соответствующими характеристиками. Оснащена роботом с дистанционным управлением для проведения разведки или установки заряда в местах, где по кем-либо причинам не может подойти пиротехник. Тем временем берег обследуют активисты общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах». Зимние штормы выбросили на берег крупный мусор, среди которого могут быть взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Да и любые металлические предметы – бутылки – могут навредить купающимся. «Хотел бы попросить, конечно же, севастопольцев и гостей нашего города, которые будут принимать участие в крещенских купаниях, осуществлять данное мероприятие на определённых шести местах, которые будут, информация размещена на сайте главного управления, дабы избежать негативных последствий, которые могут возникнуть от переохлаждения, от просто недосмотра за теми гражданами, которые осуществляют купания в необорудованных местах, ввиду отсутствия просто элементарной спасателей, элементарной возможности оказать медицинскую помощь. Пожалуйста, приходите на организованные места, где будет оказана вам необходимая помощь, если это понадобится». Православный праздник Крещения 19 января на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе традиционно пройдёт праздничный молебен и крестный ход. Каждый год сюда приходят тысячи верующих, чтобы поучаствовать в праздничном богослужении, набрать освященной воды и окунуться в воды Чёрного моря. «В том числе эта традиция омывания в освященной воде в праздник Крещения, она древняя традиция и в нас здесь она тоже исполняется. Но главное же это же омывание, то есть захождение, погружение в воды, символическое смывание себя всего греховного, освещение, очищение своей души, своего сердца и своего тела. Конечно же, здесь главная безопасность». Причал в карантинной бухте на территории бывшего ехт-клуба, с которого обычно освещают воду Чёрного моря, разрушен штормами. Поэтому для безопасности купающихся в центре бухты будет установлен временный пластиковый причал. Надежда Староверова, Андрей Вовк, Севенформбюро.